Всем привет! Итак, в этом видео я бы хотел своим зрителям показать, пожалуй, самую лучшую колонку GS3 от Creative по цене в 6 тысяч рублей на секундочку. И это абсолютно без преувеличения лучшее, что я пока что слышал среди всех, что мне пришлось в этом диапазоне протестировать. Именно от 3 до 6 тысяч рублей. Во-первых, давайте сразу обозначим, что в сторах электроники почему-то называют эту колоночку саундбаром. Скорее всего, потому что она реально схожа саундбаром по форме и формату именно те, что ставят под телевизором, если вы уже такие видели. Но есть отличия. В этой колонке встроен сабвуфер и динамики все в одном. То есть, по сути, это делает ее два в одном. И колонками, и сабвуфером. Обычно я видел саундбары идут в комплекте именно с сабвом внешним для усиления басов, то есть низких частот. А тут в компактном размере в Creative решили все впихнуть в одно устройство и даже подсветочку. Что, разумеется, сразу делая звук, конечно же, геймерским. Прикол в том, что у меня есть уже две колонки тоже от Creative. Если помните, я снимал о них видео, меня они полностью устраивают, отлично звучат. Но я хотел, знаете, испытать для себя что-то новое в новом формате, не классическом, а именно не акустика 2.0 или там 2 плюс 1, а просто все в одном. И так, что прям под монитор, что у меня висит на стене, или просто запихнуть немножко, чтобы скрыть эти самые провода. Я полностью, конечно, не удалось скрыть эти самые провода, слишком я задрал монитор как бы по высоте, но можно на кронштейне, я думаю, все-таки опустить или поднять. Отчасти я свою задачу, в принципе, выполнил. Плюс, теперь все же звук у меня идет непосредственно прямо из-под монитора по центру, а не в разные стороны, как было именно с акустикой 2.0. Кстати, я хоть и сказал, что у нас всего одна колонка саундбар, но по спецификации там указано, что 2 и 0 звучание. Это значит, что внутри у нас 2 динамика, левый и правый, плюс встроенный мини-сабвуфер. Выходная мощность у нас честный 6 ватт, RMS суммарно 2 динамика выдают на 12 ватт, и пиковая мощность у нас поднимается до 24 ватт. На корпусе на тыльной части я нашел один AUX вход или просто аудио вход, далее один выход под наушники 3.5 мм, беспроводное подключение по Bluetooth версии 5.4, и еще имеется USB-C для питания и передачи звука. Из управления на боковой панели можно выделить крупное колесо прокрутки поднятия громкости или понижения, она же кнопка включения или выключения саундбара, далее имеется кнопка смены режима RGB подсветки и клавиша смены источника звука, то есть там Bluetooth по кабелю и так далее, все понятно и удобно, а что насчет подсветки, то она имеет у нас 6 различных пресетов, есть режим синхронизации со звуком, то есть эквалайзер, есть радужный перелив цветов, имеется пульсация или просто блуждающий светодиод, короче можно построить под себя все что хотите, мне лично нравится синий перелив цветов, хотя бывает так, что надоедает свечение ночью и я просто выключаю подсветку, это можно хотя бы сделать и на этом спасибо. Ну а теперь о самом важном, о качестве звука, я скажу так друзья, я понял что цена сегодня хоть и имеет конечно значение, но парадоксально, но колоночка за 6000 рублей звучит как мне кажется лучше чем прошлый, что я снимал в обзоре, это Pablo X за 10000 и это довольно странно, но тут лучше знаете вот именно высокий, более детальный и лучше бас как по мне именно звучит, он довольно плотный, он более насыщенный, вот поэтому я и сказал в начале видео, что это лучше, что можно купить за 6000, среди большинства подобных и даже больше. Я подключил колоночку через обычный AUX, что шел в комплекте, подключил к компьютеру и в целом даже на 40% громкости мне кажется достаточно звучит для рабочего стола, если сидишь ну скажем там в метре от монитора, оценить качество звучания я советую зрителям прямо сейчас, именно в живую, чтоб стало более понятно примерно как звучит данный девайс от Creative, пожалуйста. Друзья, я думаю за эти 20 секунд зрители уже сумели сделать примерные выводы о том, как звучит сей динамик размером 40 см и от себя лично я добавлю, что для моей задачи, вроде там просмотра видео в ютюбе или скажем запуска игрушек на полчасика, такого качества звука и басов не более чем выше крыши, я не стремлюсь сделать на рабочем столе, знаете, домашний кинотеатр или там не знаю медиастанцию, если заметили, я стремлюсь полностью отказаться вообще от проводов и от мышки, чтобы не было проводов, она была беспроводная клавиатура, наушники, геймпад от Xbox, и мне нравится, что нет лишних предметов, не разбросаны предметы, скажем так, не торчат провода от периферии и есть куда поставить хотя бы чашку с чаем. У меня полная противоположность людям, которые из рабочего стола делают стол офисных работников, именно где-нибудь, не знаю, там в компании. Короче, если у вас мало места на рабочем столе или ваш монитор висит, скажем, на стене, как у меня, то есть в моем случае, или просто на кронштейне висит, то под монитор можно положить вот такой саундбар небольшой за свои 6000, он точно отбивает, по крайней мере, по качеству звучания эти 6000 и по качеству материалов тоже. Плюс к этому второй важный момент, эту колоночку саундбар всегда можно отсоединить от ПК, взять, скажем, положить с собой в рюкзак и через Bluetooth подключить на природе, используя при этом павербанк для питания. Я проверял, все работает, или можно вообще тоже взять и подключить к дешевому телевизору, если у телека очень паршивое звучание. Обычно дешевые телевизоры как раз и имеют ужасные динамики, можно еще, кстати, подключить к Nintendo Switch, чтобы звук шел не через портативку, а через саундбар, тоже проверял, все работает. Короче, вариантов применения, ну как минимум 3, возможно 4, это точно. И это куда удобнее снять одну колонку с рабочего стола и подключить, чем таскать с собой проводные, две штуки на кабеле и так далее. Так что можно сделать не только рабочее место, но и портативную медиа, не знаю, там медиа саундбар под все, что поддерживает Bluetooth или AUX. Да, конечно, за 6000, я понимаю, вы можете сейчас купить огромные колонки китайские из DSP и поставить бандуру на стол, чтобы аж подскакивал монитор от басов. Но если честно, все эти квадратные большие ящики уже в 2024 смотрятся, ну, немножко стрёмно, если так выразиться. Хотя, конечно, если вам хочется, то без проблем, это ваш выбор. У меня просто были такие еще, по-моему, в 2010-м, лет так 15 назад. И честно, сейчас динамики размером с портативную колонку могут местами выдавать не хуже звучание, чем большие объемные китайские с AliExpress. Это моя точка зрения. Так что не судите строго, ну, а я на этом уже, наверное, буду заканчивать. Если вам было интересно, ставьте лайк под этим видео, напишите в комментах, что вы думаете насчет саундбаров вообще в целом. И на этом уже, наверное, все будем заканчивать. Услышимся с вами уже очень скоро. Не болейте. До новых встреч на канале. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok